Друзья, всем привет! Давайте я немножко внесу ясность. Я люблю снимать видеоролики, я снимаю на разные тематики. Автомобили, путешествия, жизненные ситуации. Так совсем недавно мы начали снимать про переезд в Москву. Я вам рассказывал, как я переехал в этот город, почему я там живу, что мне там нравится. Многие тогда сказали, слушай, у тебя в Кашире есть дом, про который ты как-то уже говорил, показывал, расскажи и про него. Поэтому прямо сейчас мы приехали в город Каширу и вот они, два дома. Он тот дальний наш дом, который мы купили полтора года назад. Мы покупали его в кредит, то есть за него мы выплачиваем. Не нужно думать о том, что какой-то пафосный видеоролик будет. Нет, все жизненно, все вот как есть. И рядом стоит точно такой же дом, идентичный нашему, на который мы сегодня сделаем обзор. Я вам расскажу, покажу, что он из себя представляет, сколько он стоит. Это 200 квадратных метров, прилегающий участок в 12 соток. Здесь подведен к нему газ, центральное водоснабжение, центральная канализация, электричество. Как вот вы думаете, сколько может стоить такой дом? При этом мы находимся в Кашире, скажем так, в центре города. То есть частный сектор, вокруг нас инфраструктура развитая. Магазины, школы, детские сады, все есть. При этом, вот покажи, пожалуйста, какой вид открывается. Ты представь, ты приходишь, утром такой кофе налил, стоишь, тишь, гладь, божья благодать. Вон там речечка идет. Кто любит там охоту, рыбалку, пожалуйста, выехал аккуратненько, леса, все есть. В общем, можно наслаждаться жизнью. Вот этот дом в 2013 году продавался по цене 8,5 миллионов рублей. Но полтора года назад их продавали по цене 4 миллиона 600 тысяч рублей. Вы вдумайтесь, 4 миллиона 600 тысяч рублей, ты приезжаешь вот в такой дом. Но этот дом без отделки. Пойдемте внутрь, я вам расскажу, что он из себя представляет на деле. Мы раньше жили в квартире, мы ее продали, мы доплатили, взяли кредит и потихонечку перебрались в дом. Вот они стоят, три дома, пятиэтажек одинаковых. В одной из них жил раньше я. Вот она, третий дом. Во дворе в этом не было уже больше, чем полтора года, даже такая, знаешь, легкая ностальгия. Вот она, начинается проблема с парковочками. Все друг на друге стоят. Вышел, надо позвонить, чтобы сначала машина отъехала. Вот они, бабушки сидят. Все дела, вот она, но... Ребята, я их всех знаю. Вон, третий этаж, видите, где квартира с кондиционером. Вот это раньше была наша квартира. Здесь мы прожили 15 лет, друзья, 15 лет. Вот такая парковка во дворах. Мест, естественно, не хватает. Соответственно, появляются всякие ребята, которые вон на детскую площадку уже практически заехал, поставил. Вот есть человек, который себе тут бордюр кладет, потому что это его якобы место. Вот эту квартиру, подчеркиваю, в 2001 году покупали за 11 тысяч долларов. Получается, спустя 15 лет мы ее продали за... Даже больше 17 лет мы ее продали за 50 тысяч долларов. Примерно вот так. Самое главное, что я договорился с покупателем новым, что он нам дал денег, и мы еще три месяца жили в этой квартире. Представляете, как повезло? Потому что денег не было, нужно было как-то делать ремонт, а нам некуда было перебежать. Поэтому человек пошел на встречу, за что ему большое спасибо. В общем, вот, вы понимаете, да? Провинциальная жизнь, обычный пятиэтажный дом. А теперь я живу в двухэтажном доме. При этом плачу кредит, но очень сильно этому рад. Показывать наш дом нет никакого смысла, потому что вот здесь идеальная ситуация. Вот, смотри, какой вот участок большой. Ты можешь сам смотреть и моделировать, что бы ты здесь делал. Тут здесь бы у тебя банька стояла, здесь бы ты себе поставил столик, там, мангальчик. Штачки жарил. То есть, включайте фантазию, представляете? Содержание дома это недешево. Но не будем размазать кашу по тарелке, пойдемте внутрь, чтобы вы увидели, что происходит внутри дома. Вот так вот этот товарищ выглядит с главного входа. Вы должны понимать, что дом продан, поэтому не нужно думать, что это какая-то промо-акция. В этом коттеджном поселке, скажем так, все дома проданы, поэтому никакой рекламы здесь нет. Вот мы заходим на участок, то есть, первым делом нас встречает гараж. Соответственно, гараж маленький, так сделали. То есть, несколько домов здесь построено по одному и тому же проекту. Смотрите, в первую очередь вы заходите в дом, вас встречает маленький такой предбанчик, для того, чтобы вы могли разуться и так далее. Смотрите, в нашем случае есть ниши под батареи, но у нас в доме нет вообще ни одной батареи. Мой отец принял решение, что лучше сделать теплые полы по всему дому. Это реально круто, это реально работает. То есть, ты живешь дома с комфортом, нет никаких проблем зимой, что холодно стало или еще что-то, все хорошо. Опять же, подчеркиваю, я вам показываю такую, скажем так, базовую комплектацию этого дома, то есть, в каком состоянии он был на момент продажи. Посмотрите внимательно на стены. Вот если посмотреть сюда, это облицовочный кирпич. То есть, в силу того, что мы находимся внутри дома, здесь идет штукатурочка, но с улицы это вот так выглядит. Дальше идет 50 миллиметров утеплитель и дальше идет 30 сантиметров блок. Это важно, потому что чем толще стены, сами понимаете, тем дом будет тепло держать больше зимой. И, соответственно, таким образом вы зимой за отопление будете платить меньше, нежели чем вот такими маленькими тонюсенькими стенами. Опять-таки, здоровый блок, нормальные стены, сами понимаете, это уверенность, это хороший дом. Не то, что там в Америке строят эти вот из гипсокартона перекрытия, когда ты идешь по дому вот так вот раз, плечом, а тут сразу дырка и так далее. Когда кто-то на втором этаже что-то слушает, и это слышно на первом этаже. В этом случае таких проблем нету. Опять-таки, вот проходим потихонечку дальше. Лестница на второй этаж, бетон. Бетон, очень круто, ты поднимаешься спокойно, ничего не скрипит, не пищит, потому что в некоторых домах делают там деревянные лестницы, и со временем, когда ты идешь, этот звук бух, бух, скрип, сами понимаете, дерево, есть дерево. А бетон, это надежный, скажем так, навсегда. Я знаю то, что вы любите конкретику, вы любите цифры. Вот мы когда проживали в квартире 69 квадратов, мы платили за коммуналку в круг примерно 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей. Сейчас мы за дом в круг платим примерно 8 тысяч рублей, из которых 3 тысячи уходят за электричество. Подчеркиваю, мы платим по-честному, у нас есть счетчики, все стоит, то есть мы не вешаем никаких пауков, мы не делаем там отвод воды, хотя могли бы это делать. Вот по-честному это обходится 8 тысяч рублей, не по-честному, это было бы ниже 5, скажем так. Ну, сами понимаете, прихожая, напрашивается шкафчик сюда. Дальше идем потихонечку, у нас тут первая ниша, это заходим, здесь у нас унитаз, умывальник, то есть туалет, уборная. В силу того, что помещение здесь небольшое, еще есть такой свес, как бы душевую кабину вы сегодня поставите. То есть это из серии ты пришел, здесь ты там руки помыл и так далее, а мыться, идешь на второй этаж. Идем дальше, вот это, скажем так, техническая зона, с одной стороны ее можно было бы использовать под ту же самую ванную, но по-хорошему это подкотельная, то есть здесь у вас должен стоять бойлер, здесь у вас должен уйти газ и так далее. То есть мы сделали по-другому, мы вот эту стену прорубили, таким образом мы оказались в гараже, который пристроен на улице. И к гаражу мы сделали дополнительную пристройку, то есть там в этой дополнительной пристройке у нас сушатся вещи, мы купаемся, мы поставили там ванну, а там у нас идет такое, скажем так, подсобное место, где бойлер тот же самый, ну и всякие варенье, соленье и так далее стоит. Проходим потихонечку дальше, попадаем на кухню. Вот смотрите, в силу того, что это ваш дом, вот, например, я бы вот эту стену вообще бы снес, сделал бы тут большую кухню. В силу того, что все это стоит дорого, пока что мы здесь сделали небольшую себе маленькую кухонку, вот такого размера она. На самом деле на семью из четырех человек более чем достаточно. Когда к нам приезжают гости, там день рождения мы отмечаем еще что-то, то мы идем в зал, накрываем большой стол и в принципе кислорода, как говорится, хватает, все сидят, никто не в тесноте, не в обиде. Но факт в том, что очень крутая локация у этого дома. То есть ты стоишь вот так вот в окошко смотришь, там речушка, церквушки есть, вид красивый, вон там дальше город Ступино, вот виднеется, а за ним по прямой едем Москва. Для нас это очень удобно, потому что мы доезжаем до Москвы, въезжаем в город по прямой, проезжаем там 5-7 километров, все, я в Царицыно возле дома, пожалуйста. То есть не нужно никуда ехать, на другой конец и так далее. Просто территориально очень сильно повезло. Отмечу маленький факт, на всякий случай, стена вот эта несущая, как сейчас выяснилось, поэтому полностью ее сносить естественно нельзя, но вот частично прорубить можно. Ну это так, к слову. Проходим дальше, мы попадаем с вами в зал. В принципе большой достаточно зал, все здесь сделать, можно красиво телевизор повесить, можно сделать сюда камин, что угодно. Все, пожалуйста, вы пришли домой, получаете вот такое помещение, да, себе. Самое главное, что ты находишься в частном доме, никого нет, никаких соседей, никто тебе не сверлит, не долбит, не шумит. Пришел домой, захотел отдохнуть, лег, отдохнул. При этом, при этом подчеркиваю, 4600, да, дом сам стоит. Опять-таки в чем плюс вашего дома? Когда вы получаете его, у вас появляется огромное желание больше работать, больше зарабатывать, потому что хочется чего-нибудь сделать, но денег на все не хватает. Вот обратите внимание, стена, да, казалось бы, можно повесить красивую картину, какую-то вещь, атрибутику, а можно ее просто сломать частично, опять-таки, сделать выход и сделать небольшую здесь пристройку. То есть ты раз выходишь, посидел там, чай попил, если захотел. То есть думайте, вообще фантазируйте как угодно. При этом наш дом получается двухэтажный, пойдемте посмотрим, что нас встречает на втором этаже. Вот обратите внимание, да, один человек поднимается комфортно, то есть не узенько, не кое-как. Люди сделали вот реально хорошо, то есть сделали для себя, потому что в подобном доме живет и сам человек, который всю эту идею придумал, построит дома на продажу, то есть он и себе дом построил, и сам живет. А это показатель значимый. Мы поднимаемся с вами на второй этаж. Сейчас здесь, понятное дело, у нас идет уже, скажем так, перила, потому что опасно, естественно. Поднимаясь на второй этаж, у нас здесь есть три комнаты. То есть заходим в первую, ее мы переоборудовали под гардеробную. То есть в силу того, что у нас народу много, и бабушки, и дедушки приходят, то есть мы все вещи наши храним в одной комнате. Пришел, удобно оделся, собрался, все, пожалуйста. В силу того, что я, подчеркиваю, живу в однокомнатной квартире, вещи, сами понимаете, хранить негде. То есть зима началась, привез туда зимние вещи. Вот сейчас лето началось, все зимние вещи привез в дом. Идем дальше. На втором этаже у нас есть дополнительный санузел, то есть такая довольно-таки большая комната, в которой можно поставить унитаз, можно поставить душевую кабину, либо же поставить ванну. Темно, но факт вам понятен, что можно сделать. И дальше мы идем, у нас появляются две комнаты. Само собой разумеется, что это две спальни. В одной спальне можете спать вы, в другой спальне могут спать ваши дети, либо же, например, у меня отец вообще сейчас спит на первом этаже, в зале. То есть одна комната как бы пустует, и ее таким образом можно под что-то переделать. Сделать рабочий кабинет, либо сделать какую-то, я не знаю, атмосферную комнату, что угодно. Хотите, спортзал можете себе сделать? Думайте. То есть это ваш дом, ни с кем вам ничего согласовывать не нужно, сами понимаете. Обратите внимание вообще на архитектуру комнаты, вот на потолок, как все сделано, такой легкий склон есть. Вот в этом плане огромный плюс. То есть, соответственно, вы можете сделать, хотите, современного рода себе ремонт, хотите, можете сделать себе там какой-нибудь стиль, а-ля русская деревня, что угодно. То есть можно заделать, я смотрел готовые решения, реально смотрится круто. То есть сегодня, вот в плане строительства, в плане ремонта, в плане жизни, во как рынок переполнен. То есть вот просто приходишь, тебе по щелчку пальцев садится 3 человека в какой-нибудь магазин, начинают за тебя все рисовать, только в конце такой чек дают, вон там касса оплачивает. Приедут, все соберут, все сделают. В этом плане, сами понимаете, все упирается только в деньги. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что вот этот дом построен в 2012 году, если мне не изменять память. То есть вот за 6 лет, скажем так, нифига с ним никто ничего не делал. В каком он состоянии? Бывает так, то что ставят коробку, через год-два она уже вся сикость-накость, особенно если это какой-то там сруб и так далее. Единственный косяк, вот здесь, например, здесь с окнами, да, вы, наверное, обратили уже внимание, они не жаростойкие. То есть, ну, окна, это просто дешевый, скажем так, производитель накосячил. В нашем случае, когда мы покупали дом, то есть он уже был, скажем так, более доработанный, то есть там была везде разненна проводка, это тоже важно, и очень хорошая проводка, грамотно была сделана. В этом случае здесь нет ничего. То есть вы заходите, вот они, пустые стены, коробка, скажем так, и вы можете заниматься. Полы подготовлены для того же самого теплого пола. То есть по всему дому у нас кинут теплый пол, заходишь аккуратно, там выставил температуру комфортную, все, тепло. Такого, что, знаешь, в ногах жарко, в голове еще жарче, такого не бывает. То есть вот ровным шлейфом, скажем так, температура прогревается, жить реально комфортно. Гаражик небольшой, то есть машина заехала, но он на самом деле не комфортный гараж, то есть это такое парковочное, скажем так, место, если просто на улице по такой площади, да, будешь там парковаться, ну раз, вылез, еще удобно. Но для дома своего гараж, мне кажется, маловато. То есть как минимум, хотя бы еще плюс метр по ширине сделать нужно. Потому что, представьте, вот вы заехали, да, посередине, поставили машину, то есть ты открывать будешь, это должны быть стены, просто ровно здесь ничего не должно быть. Но, как правило, в гаражах всякие отверточки, фигурточки, шкафчики, ну, мало места. То есть нужно будет постоянно заезжать, так куда-то сжаться в правую сторону. Поэтому мы его переделали. То есть в планах, естественно, есть построить гараж. Даже больше, я вам скажу, есть в планах построить гараж-студию, то есть где мы сможем с вами своими ручками начать работать, разбирать машину, чтобы вы говорили, блондин, а что это ты только болтаешь, сделай что-нибудь своими руками, пожалуйста. Когда мы находились в доме, я вам сказал, что мы сделали немного иначе, сделали другую планировку. Вот здесь у нас вырез, скажем так, у нас идет дверь. То есть ты, пожалуйста, выходишь сюда и здесь мы вот эту стену тоже чуть-чуть сломали и поставили здесь вторую дверь. То есть туда, по той стороне, мы сделали пристройку. Вот здесь у нас получается пристройка, про которую я вам только что сказал. То есть вот этот угол, да, который с одной стороны, ну, зачем он нужен? Можно, конечно, его как-то обыграть, тоже здесь какую-нибудь лавочку себе поставить, что угодно можете сделать. Опять же, напрягайте ваше воображение, представляете, что вы сделали вы. Мы сюда сделали пристройку. Потихонечку мы выходим во двор, где у нас начинает гулять, скажем так, душа, сила мысли. Можно построить здесь, пожалуйста, тебе баньку. Хочешь тут себе бассейн поставить, хочешь просто сделай себе чистый газончик, легкий заборчик, то есть там невысокий, например, какой-то сетчатый. Ты вышел? Ну, красотища, а? Кто из вас это так скажет? И самое главное, что вот если так вот рассказывать, рассказывать, называть цену, можно подумать, что вот этот участок с этим домом стоит, ну, далеко за 10 миллионов рублей. 4 600. Друзья, 4 600. Продали квартиру, договорились, взяли кредит, заехали, все, живите, наслаждайтесь. Поэтому говорить о том, что да, вот ты там рассказываешь, ты не хочешь работать. Если ты хочешь работать, то ты будешь жить в таком же доме. За что люблю свою страну? Это за то, что она очень богата природными ресурсами, но все стоит бешеных денег для народа. Вот посмотрите, вот какой кайф, покупая дом, понимая, что вот он, тот самый сосочек с газом. Но при этом, чтобы завести газ в дом, проект, бойлер, все сделать, это примерно в круг обойдется порядка 250 тысяч рублей. Плюс-минус кто-то может найти дешевле, кто-то может найти дороже и так далее и тому подобное. Но факт в том, что удивительно то, что вот здесь есть и центральное водоснабжение, и канализация, электричество, и газ, а некоторые дома рядом, там нет вообще ничего. То есть люди ходят в туалет на улицу, за водой ходят на колонку, то есть с ведрами набирают воду. Ничего нету. Вот просто печально, очень сильно на самом деле. Вот такая у нас страна. Пришло время подводить итоги. Вот смотрите, 4 миллиона 600 тысяч вы отдаете за дом. Дальше, естественно, дом пустой, нужно проводку, нужно отопление, все нужно делать. Вот на самом деле, цифра будет, скажем так, слегка шокирующая. Потому что, ну минимум, друзья, 2 миллиона. То есть 2-3 миллиона вам придется в любом случае вложить в дом внутрь, чтобы вы могли зайти, чтобы вы могли там комфортно жить. Я подчеркиваю, это не какие-то там роскошные люстры, крутые кухни. Потому что сегодня цены стали космические везде. И в этот дом, да, оказалось там 4 600, ты можешь вложить там 10-15 миллионов. То есть все зависит от твоего аппетита, от того, как ты хочешь жить, что ты будешь делать. Опять-таки, это только вложить в дом. А вы теперь подумайте, все различные пристроечки, баньку поставить, я не знаю, там еще что-то, гаражик себе построить дополнительный. То есть это все деньги, 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 деньги. Поэтому вывод какой? Смотрите, трудитесь, старайтесь, зарабатывайте. Ничего страшного нету, потому что все наживается годами, как говорится. Нужно работать, нужно трудиться, нужно развиваться. Обязательно напишите в ваш комментарий по поводу этого сюжета, что вам понравилось, что вам не понравилось, про что нужно было детальнее рассказать. То есть давайте ваши советы. Потому что именно на основании ваших советов мы наверняка снимем вторую серию и покажем вам что-то более детальное, более интересное. Как говорится, начало положено, а дальше будет проще. У меня на этом пока что все. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok